Всем привет! Извините за опоздание немножко. Ну что, как и обещала, прямой эфир. Итак, немножко есть сегодня времени пообщаться, так что давайте пишите, откуда вы, буду передавать привет. Приветы вам! Привет-привет-привет-привет. Опять же, как я говорила, обещала прямой эфир сделать, делаю. Прошлый эфир немножко не случился, так сказать, опять же. Иногда это не моя ошибка или проблема иногда интернет. Астрахань, привет! Делаю сейчас на двух страничках. Казахстан, привет! Привет, Олечка, вижу, в Москве увидимся. Потому что, опять же, как в прошлый раз, и я, ребята, уже все перепробовала, интернет у меня хороший. Это проблема с Инстаграм. Просто иногда оно просто вырубается, и так что если на каком-то моменте связь начнет ухудшаться, опять же, это не моя проблема, я не могу с этим ничего сделать, это Инстаграм. В Минск, к сожалению, навряд ли смогу приехать, может быть, но это очень маленький шанс. Ребят, опять же, в принципе, я буквально там пару недель назад говорила, что точно мой тур, так сказать, не состоится, но все же хочется и с мамочкой увидеться, и есть некоторые дела, которые нужно сделать в Киеве. Поэтому еду на две недели, это буквально вырвалось на две недели, и то из-за того, что подсчитала здесь 22 ноября праздники, это День Благодарения. Обычно все мои клиенты кушают и отдыхают, поэтому вот себе такое сделаю маленький мини-отпуск, но отпуском его вряд ли можно назвать, потому что буду работать. Спасибо большое за комплименты. И, как я сказала, будет два семинара, только Киев и Москва. Я не смогу ехать в другие города, там, в Харьков, как обычно делают, там, в Санкт-Петербург. То есть это только два города, Киев и Москва. Сейчас уточняется уже в Киеве точное место проведения, это спортзал «Спортленд». Мне очень понравился на левобережной стороне, там я тренировалась, мне очень понравился, поэтому там будем проводить семинар в этом году. И будут два формата, будет мастер-класс, будет семинар. Вот, мастер-класс, это будет два часа, это чисто практически полноценная тренировка. Это только 10 человек, вы будете исполнять упражнения, я буду корректировать вашу технику выполнения. И на семинар это больше, более теоретическая часть, но также будет и практическая. Но там будет только демонстрация каких-то упражнений, технику выполнения упражнений, корректировать буду, но на примере одного человека. English, I'm sorry, yes, I speak mostly Russian, but if you have any questions in English, I can not speak in English, ok? Поэтому только Киев, только Москва, ограниченное количество людей. Аллочка, с удовольствием, в Москве, по крайней мере, даты уже определены. И 24-25, кажется, ноября, но пока точное время и место проведения еще уточняется, ok? То есть, хотела уже заранее, потому что очень многие вы просили, я с удовольствием, я реально сейчас, если видели, даже все stories ставлю, я продолжаю учиться, я продолжаю на себе испытывать новые упражнения, новые тренировки. И для меня это всегда классный такой драйв, это мне нравится, и я с удовольствием хочу с вами этим поделиться. Новыми этими упражнениями, но опять же, в Санкт-Петербурге не будет, проводила уже в прошлом, дважды приезжала в Питер, мне очень нравится этот город, но опять же, к сожалению, из-за очень, так сказать, занятого графика, я не могу эту поездку сделать намного дольше. То есть, это будет только две недели и все. В Киеве, смотрите, на страницах, уже на всех страницах написала, контактная информация везде есть, и Viber, и WhatsApp, и email, пишите, вам все ответят. В Москве нет, не у Папы Смит, просто будет другое место проведения. Ничего против Папы Смита нет, я его очень люблю, его очень уважаю как тренера, его классные очень спортзалы, но просто, опять же, на основе проведения прошлых лет семинаров, иногда просто мои клиенты очень жаловались, что очень трудно набираться. Вот, поэтому немножко сейчас будем работать в другом клубе. Хорошо? Да, я знаю, увидела у него новый зал открыть, может быть там, но опять же, как я сказала, еще пока место проведения уточняется. Хорошо? То есть, да, ты уже, по крайней мере, вам сообщили, вот, запись, как я и сказала, это, вся контактная информация есть, даже на страничке, на любой моей страничке есть, и в ВКонтакте, и в WhatsApp, и Viber, и email, просто даже с этой странички пишите, там написано, написать email, нажимаете, он сразу же напрямиком отдаст email. Привет, 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 пишите, откуда вы, буду передать привет. Что еще хотела сказать, как я, опять же, говорила, сейчас испытываю на себя новые упражнения, не перестаю что-то новенькое добавлять в своем рационе, так сказать, тренировок, мне это очень нравится. Кроме того, сейчас, опять же, испытываю на своем теле разные варианты тренировок, принципы упражнений, добавляю что-то новое. То есть, мое тело очень долгое время, то есть, делались больше силовые тренировки, и на данный момент я хочу, опять же, больше добавить, Казань, привет, добавить больше вариантов, больше, может быть, изменений техник. И поэтому вот вопрос, когда меня спрашивают, вообще нужно там эти другие варианты упражнений, львов, привет, витания, какие-то другие варианты. Вот как я поставила тему на страничке Workout у Саши, там тяги, как-то написала, мол, вот тягу можно делать там со жгутом, можно с гантелей. В этой машине, это я набралась, я скажу, чаш за глаз, и когда, вроде бы, машина, тяга к поясу, но он выполняет там или одной рукой, или боком садится, то есть, разные варианты. Севастополь, привет, Киев, привет, Израиль, привет, и он мне этого научил, да, BPI, очень люблю и продолжаю работать. И, на самом деле, вы, если никогда не чувствовали, как можно по-другому ощутить, вроде, да, говорят, широчайшая мышца спины, но есть очень большая разница, когда даже просто положение вашего хвата, то есть, то ли вот так, то ли вот так, то ли вот так, и поэтому можно и нужно прорабатывать. Москва, привет, но самое главное, техника выполнения, понимаете, очень многие, не зная, чем они работают, допустим, если я тренирую широчайшую мышцу спины, и я делаю разными хватами, разными упражнениями, разными машинами, жгутами, то есть, я могу вообще без веса брать ту же резинку, тот же жгут, выполнять тягу, у меня будет забиваться еще больше, моя широчайшая, вот этого упражнения, чем я буду там на машине с самым максимальным весом. Почему? Потому что я знаю, как использовать рабочую мышцу. Очень часто, Ганновер, привет, да, у меня деквалификация спортивного диетолога, спрашивали диетолог. Кропоткина, привет, Запорижа, привет, Флоренция, вау, привет, спасибо большое, что присоединились. Вот, поэтому я всегда говорю, в первую очередь, научитесь работать рабочие мышцы, то есть, если вы делаете ягодичные, то 90% работы вы должны чувствовать на ягодичных, а не на задней поверхности ведра, не на пояснице, не на голени и так далее. Поэтому я сейчас стараюсь больше даже, Герунчик, привет, вижу тебя, больше поставить таких видео там, почему я не чувствую широчайшую, почему я не чувствую заднюю полюс бедра, как проработать ягодичные, потому что, опять же, пожалуйста, нужно работать на технику. А когда начинаю спрашивать, а каким весом работать, не вес, главное, главное, как вы выполняете это упражнение. Спасибо большое, рада, что вам нравится. На YouTube-канале, понимаешь, в Instagram очень ограничение по времени, то есть, я уже сделала, если видели IG-канал, там можно до 10 минут ставить видео, но проблема в том, что там только можно, вот, в вертикальной съемке. Спасибо большое. И таких видео у меня мало, поэтому приходится больше на YouTube ставить, и зайдите на канал, подписывайтесь. Сейчас еще там реально, сейчас каждый день уже стоят видео, как бы сказать, на таймере, которые каждый раз будут добавлять каждый день новые упражнения, не новые упражнения, техники и новые упражнения тоже. Вот, поэтому, Верунчик, надо поговорить насчет Минска, я сказала, это очень короткая поездка, буквально 2 недели, реально 2 недели, Киев-Москва, но есть там шанс, если я пролетом через Минск залечу на один день, то есть, это нужно поговорить, хорошо? Вот, поэтому прошу вас, техника, самое главное, когда вы научитесь выполнять тягу рукой, там, или любое, там, упражнение, то же самое, тяга для ягодичных, если вы будете, научитесь, давайте немножко придумаем, что ваши вопросы идут, я не успеваю отвечать, хочу довести мою мысль, когда вы научитесь работать этой мышцей, понимаете, то же самое, вот следующее у меня там видео я поставила, неполное видео поставилось на Instagram, зайдите обязательно на YouTube канал, посмотрите, спрашивают, как сделать дельты, понимаете, начинают вот эти махи, начинают большим весом там тянуть и так далее, понимаете, чтобы вот эту маленькую мышцу проработать по отношению, вот она маленькая, по отношению той же грудной мышцы, те же широчайших мышц, трапеции, понимаете, и когда начинают вот это тягать всем подряд, вы не работаете вот этой маленькой мышцей, работает все вокруг нее, но не она, и поэтому вы не можете сделать плечи, вы не можете те же ягодичные прокачать, потому что вы тянете и задние поверхности бедра, и квадрицепсами некоторые делают, и там спиной тянут, но не ягодичными, а потом уже, когда вы научились включать именно ту мышцу, которая вам нужна на этой тренировке, вы уже можете делать разными вариантами, то с грифом, то с гантелями, то со жгутом, то с гантелями и жгутом, да, есть тоже такое видео на YouTube канале, добавлять статику, это тоже очень хороший вариант, особенно для плеч, особенно для ягодичных, мне очень понравилось работать со статикой, задержкой, спасибо Сизову, который еще добил, так сказать, мое мнение, так сказать, давно знала, меня как-то вот шла, вспомнила, у меня очень хороший друг, есть бодибилдер Эверет, и мы с ним когда-то еще тренировались, наверное, лет 6 назад, и он делал вот приседания, я первый раз попробовала гак приседания в машине, и мы делали, он меня заставил замедлиться, я же привыкла, что такая девочка крутая, сильная, ножки сильные, давай начну там приседать потяжелее, там большим рывком и побыстрее, он нет, говорит, замедлись, делаю очень медленно вниз, очень медленно вверх, реально боль ужасная, жжение офигенное, забиваются мышцы обалденно, потому что ты концентрируешься на рабочей мышце, но скучно, во-вторых, а, маленький вес, как это, я ж не буду удивлять всех, каким я большим весом работаю, и поэтому очень многие не хотят так работать, все лишь бы побольше навалить веса, ох, присесть, выжать и так далее, вот такая крутая, или там я крутой, вот я могу этот бицепс там вот так вот делать, потому что я с большим весом делаю, а потом плачет, почему у них нет мышц, а потому что ты просто всем подряд машешь, но не работаешь рабочей мышцей, потом мне тоже понравился, не зря Charger Glass называют, вот на тему, а нужно ли там всякие эти там фишечки, как называются, там разными хватами, разными упражнениями, разными углами, я до сих пор вижу какую-то новую технику выполнения, какой-то там тяги для той же широчайшей мышцы спины под другим углом, я думаю, да, наверное, фигня, и когда я начинаю сама это пробовать, я обалдеваю, потому что моя широчайшая мышца тоже в шоке, потому что этого угла она еще не испытывала, этого там хвата, этой машины, этого варианта еще не испытала, эта мышца, и буквально тот же пресс, как бы, к примеру, делаю, вы знаете, пресс у меня, вы видели, он у меня сильный, и не то, что я его перекачиваю там, нет, я его делаю, у меня нет отдельной там тренировки пресса, но только подключив какое-то другое упражнение, вот вчера буквально делала тоже разные варианты упражнений, и я обалдела, потому что пресс так болит, что даже больно смеяться, поэтому вот когда вы уже, может, я как и говорю, что для начинающих, вам, во-первых, в первую очередь, нужно все-таки отработать технику, те, кто уже немножко продвинутый, ну, к сожалению, очень часто себя считают продвинутыми все, вот, я считаю продвинутыми тот человек, который научился работать четко рабочей мышцей, тогда я считаю, что это уже можно немножко уровень свой повышать, вот, поэтому вот почему Чаузи Гласа называет тренер тренером, или Барри Беллин Годфадер, то есть он как скульптор, вот сколько с ним тренировалось, вот мы тренируем спину, он на каком-то моменте, там, взяли какое-то упражнение, он такой, стань, ну, там, покажи спину, показывай спину, и он начинает уже в голове, он уже как картинку эту вырисовывает, где какую детальку добавить, и чем эту детальку добавить, вот думайте об этих разных там фишечках, упражнениях, это как детальки добавляются на ваши картинки, то есть вот есть, да, вы сделали, вот, как я говорю, база, вы сделали базовое упражнение, там, вы знаете, как работать широчайшими мышцами спины, это вырисовывается такая общая картинка, а теперь давайте на эту картинку добавим штрешочки такие, там немножко штрешочек, то есть делаем другим хватом, там вот немножечко такую детальку сделаем по-другому одной рукой, то есть вот по чуть-чуть нужно такие добавлять, но если с самого начала начинаете работать в этими всякими разными вариантами, не чувствуя рабочие мышцы, ну, к сожалению, это потеря и вашего времени, и потом поэтому появляются такие комментарии, да ну нафиг делать там эти разнообразные упражнения, правильно, потому что ты его не делаешь правильно, вот, потому что ты реально просто даже элементарную технику упражнений не знаешь, как делать, и поэтому я очень вас призываю, научитесь работать рабочей мышцей в первую очередь, да, в приседаниях нельзя просто взять, ну, там, спрашиваешь, что ты чувствуешь, я чувствую ягодичную, но я чувствую заднюю поверхность бедра, там квадрицепт мне нужно, да, но в первую очередь, когда я спрашиваю, что ты чувствуешь, я хочу, чтобы ты ответила ягодичную, да, будет немножко квадрицепт сработать, да, немножко задняя поверхность бедра, Потому что не можешь просто взять, отрезать ягодичную, чтобы только она работала, все в теле взаимосвязано. Это как вот мы читаем ингредиенты, я всегда говорю, знаете, когда читают на каком-то там продукте ингредиенты, я говорю, считайте, что в первую очередь, какой ингредиент там стоит, и этого ингредиента больше всего. Поэтому, когда перейдем к тему по питанию, когда говорят, вот там у меня там, я купила там что-то со стивией, это продукт полезный и так далее, я говорю, давай хорошо, прочитаем ингредиенты, где твоя стивия стоит, идет сначала там все-все ингредиенты, и там будет еще сукралоза, и какой-то декстрин, и фруктоза, а в конце стоит стивия. Знаете, что это значит? Этой стивии там такой мизер, что она стоит в конце, понимаете, это правило формирования этикеток на упаковках, то есть то, что стоит первым в строке ингредиенты, того, чего больше всего, то, что стоит последним, это там чуть-чуть добавили, и все, и все, и когда видят, о, там со стивией это фитнес-продукт, значит могу жрать сколько угодно, нет, дорогая. То, что туда добавили стивию, это еще не значит, что ты можешь ее жрать сколько угодно, особенно сейчас эти там фитнес-шоколады, фитнес-конфеты, ребят, нет, не обманывайте сами себя, шоколад это и есть шоколад, конфеты это и есть конфеты, все, и тут уже насколько вы хотите, уже чисто свое питание будете, насколько вы хотите форму сделать, вот только вы будете ее делать, хорошо? Так, теперь вопрос, что лучше всего принимать при наборе массы, обращаясь как к профессионалу, что ты имеешь в виду принимать при наборе, принимать правильное питание, сбалансированное, хорошие тренировки и достаточное восстановление, по спору питанию это те же БЦА, глутамин, креатин можно добавить, все. То есть, а, еще такая небольшая, но опять же по вашим просьбам будем запускать новую группу, тренинг группы, потому что очень многие девчонки жалуются, вот почему постоянно ты только проводишь тренинги там для похудения, ну вот у меня группа Шейпап, почему я ее назвала Шейпап? Это не просто тупо похудение, хочу быть 55 килограмм, нет, я хочу, чтобы меняли ваше тело не за счет похудела 55 килограмм и потом нажирала 20 килограмм через неделю, а за счет того, что вы теряете жировую прослойку и наращиваете мышечную массу, то есть тонус мышц все равно остается. Вот что я хочу, поэтому назвала Шейпап, то есть это как отполировать свои мышцы и потерять жир, поэтому там и тренировки, и достаточное питание, и силовые, и кардио тренировки высокоинтенсивные. Но все равно есть, будет отдельная группа, сейчас опять же работаю над тренировочными программами, которые реально будут очень интересные, эффективные, именно для набора мышечной массы. То есть это будет тот же 7 недель, это будет план питания на набор мышечной массы, это будут тренировки именно, составленные именно для набора мышечной массы, четкость, режим и все. Поэтому, когда мне спрашивают, как набрать мышечную массу, вот я ем все подряд, там тренируюсь, но я не могу ее набрать. Сжрать все подряд, это не значит, что ты наберешь мышечную массу, то, что ты жрешь, то ты и наберешь. Поэтому очень часто, когда девочки пишут, ну вот я там 3 месяца набирала мышечную массу и ела все блины, там борщицы, там и куриную грудку, и там мясо, и я потом просушилась, и ничего там не оказалось. Вот, дорогая, то, что ты набирала, то ты и просушила, потому что ты не мышечную массу набирала, ты жировую набрала и жировую ты просушила. Вот и все. Потому что набор мышечной массы, иногда это даже труднее, чем похудеть, понимаете? Потому что набор мышечной массы вы заставить должны свой организм все-таки дать ему достаточно этого профицита калорий, чтобы организм использовал его и для наращивания мышечной массы, к сожалению, немножечко будет откладываться и жирочек. Потому что это будет та комфортная зона, в какой организм будет строить свои мышцы. А все хотят, хочу быть сухой и набрать мышечную массу. Но так не получается, ну, по крайней мере, натуральным способом. Окей? Так, Саша, спасибо за отличное видео, тренировок очень доступно. Спасибо, город Волконский. Спасибо, Ирина, что присоединилась. Киев, привет, 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 привет. Так, вопросы, какие вы еще писали. Какие добавки? Ну, я сказала, как оно и складно с тем. Ксаласия мне уже сказала, ребят, ваше дело, понимаете? Поэтому, когда мне пишут, Саша, можно шоколад, а можно конфеты, а можно... Да, пожалуйста, ешьте. Но когда вы меня спрашиваете, Саша, почему я не могу там похудеть, я не могу этот пресс прорисованный иметь, я вам показывала, я не постыдилась. Мне, честно говоря, было стыдно, что через неделю после, даже неделю, 5 дней, 5 дней после тех фотосъемок в Лас-Вегасе, где там прорисованный пресс, реально, мне уже со мной было страшно, потому что я не готова к соревнованию, я ела углеводы, ела жиры, я неделю не тренировалась в Лас-Вегасе, ну, было 9 фотосъемок за 5 дней, но я уже под конец, вот воскресенье, я смотрю, у меня вены уже на животе полезли, я была в шоке, то есть это практически моя была соревновательная форма, которая даже не стремилась, но что было, четко питание, понимаете, то есть были все равно перекусы по времени, и завтрак был с ботатом, с овсянкой, яичными белками в Лас-Вегасе, понимаете, то есть это все-таки доказывает, что главное питание, и за 5 дней все, пресс пропал, почему? И я не, я опять же, если вы знаете, я не ем фастфуд, я не хочу там шоколад, конфет, просто я уже привыкла, что я это не ем, но что я добавила? Фрукты, арахисую пасту, и 2 дня, только 2 дня сыр, все, это то, что я хотела, признаю сейчас, фрукты оставила, то есть, опять же, сейчас порции уже, все, питание, все нормально, но фрукты оставила, ребята, и все, форма теряется, а вы меня спрашиваете за шоколад и за конфетки, понимаете, то есть я вас не заставляю перестать есть фрукты, но если вы хотите, опять же, я стараюсь на своем примере показать, если вы хотите жесткость тела, просушенность тела, да, и фрукты нужно убрать, а я уже не говорю даже о сладостях, понимаете, то есть, и мне хватило 5 дней, чтобы потерять ту сухость, ту просушенность и те венозность на моем, на моем прессе, все, то есть сейчас я нормально выгляжу, все, я выгляжу спортсмен, и самое интересное, я начала ходить на боксинг-классах, ау-ау, ноги все побитые, реально руки болят, вот просто эти даже запястья из этих ударов, все, плечи отрываются, кроме того, что еще оставляю мои тренировки, мои силовые, и там все, прихожу, все такие, вау, в такой форме, хочу твое тело и так далее, для меня это просто люди, если в зале уже привыкли ко мне люди, то здесь это новое место, то есть меня еще не видели, то есть для них я какой-то идеал, хотя для себя я уже чувствую, я какой-то жирная корова, потому что по сравнению, так как я в Вегасе выглядела пару недель назад, я считаю себя уже жирной коровой, и что я добавила, фрукты, вот то, что самое обидное, все, уже сыра нет, два дня был сыр только, арахисовую пасту уже убрала, все, фрукты остались, и все равно нет та формы, которая была, вот и все, а вы мне спрашиваете за сладости, ешьте сладости, но одновременно не спрашивайте, почему нет четкой формы, окей, привет, 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 не буду ничего флэксать, привет, Саша, как твои советы видео до сих пор так помогают, спасибо большое, для тебя главное это боль после тренировки, нет, это не главная боль после тренировки, для меня главное чувство во время силовой тренировки, то есть если я делаю широчайшую, и я не чувствую эту широчайшую, иногда были моменты, допустим, если я знаю там, я спрашиваю, какое твое любимое упражнение, это не упражнение, которое вам легко удается сделать, это упражнение, в котором вы максимально чувствуете свою рабочую мышцу, там, целевую мышцу, которую вы сегодня тренируете, то есть если я иногда делаю там упражнение на спину, я не чувствую в этом упражнении, то есть может у меня еще не разогрелась мышца, может у меня еще, не знаю, может сегодня я слабее, с тем весом, которым я обычно работаю, у меня он сегодня не подходит, я уменьшаю вес, замедляюсь или меняю упражнение, и все, то есть я добиваюсь до того момента, что на силовой тренировке, допустим, спины, я выхожу из зала, у меня помп. Все, вот для меня главный показатель того, что я сделала хорошо силовую тренировку. А то, что забитость ног и боль, да, это может быть, но здесь, опять же, у меня есть отдельно для этого тема. Я делала уже видео, что боль в мышцах, тем более более чем 2 дня, это не всегда хороший показатель. Это иногда показывает то, что у вас недостаточно ресурса для восстановления или времени для восстановления. То есть это чревато перетренированностью, то есть не всегда боль, это самое лучшее, окей? Саш, для волос отдельно что-нибудь пьешь, как начинаю худеть, волосы высыпаются. Верночек, биотин, то есть, ну, опять же, давай не будем разговаривать, как ты худеешь. Помнишь, мы уже об этом говорили? Если правильно все делать, я не могу сказать, что у меня идеальные волосы, я с ними до сих пор борюсь, я-то сегодня так распустила, решила сделать прямые. Обычно это все хвостики, это вообще все время одни косички, чтобы не мешали мне. И, ну, самое главное, что, Верунчик, ты это сама знаешь, потому что ты или сильно урезаешь все из своего питания, и да, и тогда страдает, естественно, волосы и кожа и так далее, и жиры в первую очередь ты урезаешь, и ты это знаешь, то ли потом ты начинаешь это все возвращать, и вес возвращается, ну, когда все из волосами налаживается, да? Так что давай будем честными, если уже делать питание, то это не как ты делаешь иногда, и как многие делают, из всего в ничто, это все должно быть порционально. То есть, если у тебя стоят там орешки, ты должна их кушать, если там стоит у тебя авокадо, должна их кушать, омега принимать, принимать омега, все. А иногда мы это не придерживаемся. Привет! Можно ли посмотреть вашу формулу питания, если я не брала участие в ваших марафонах, есть доступности? Нет, это только для моих клиентов, для моих... Мы делали как-то был тест-драйв на Фейсбуке, это был пример тренировок, как девочки у нас тренируются в группах, и персональные мои клиенты, и там было, кажется, мы давали это питание, а так, ну, извини меня, это только для онлайн-групп, для моих онлайн-клиентов и так далее. И это не то, что какая-то спецформула, это сбалансированное питание. Это... Я не говорю, это просто так. Мы назвали моих групп, формула питания, это просто я упорядочнила. То есть, тот план питания, то базовое питание, которое я получила от своего онлайн-тренера еще в 2007 году, которым я сейчас до сих пор пользуюсь, и поэтому и мне оно помогает оставаться в форме, и моим клиентам я помогаю. Это просто я ему порядочнила для удобства. И все. Ваше любимое упражнение на ягодичную? Тоже вопрос, а я не могу сказать. То есть, как я сказала, мое любимое упражнение, даже само описание, значение слова «любимое упражнение» – это эффективное. Иногда это может быть эффективнее. Очень люблю выпады с проходкой. Я могу, ну, наверное, сказать, да, это мое любимое. Знаешь, насколько я его ненавидишь, настолько ты его любишь. Потому что реально просто после выпада с проходка у меня ягодичные реально очень хорошо работают. Та же балеринка и та же проходка в сторону с резинкой. Очень много люблю работать с резинкой, потому что реально ни от какого другого упражнения, ни от какой другой машины не забивается так хорошо ягодичная, как после работы с резинками, если правильно выполнять. Саш, какие обалденные фотки из последней фотосессии? Просто класс, будет еще новый календарь? Будет. Будет. Привет, с какими упражнениями лучше начинать тренинг на ягодичные? С эффективными. О любви сегодня будет тема. Какая любовь? Любовь к тренировкам, да. Похудеть несложно. Похудеть несложно, удержать. Поэтому вот ты назвала мой фитнес-тур, это мои мастер-классы и семинары, как оставаться в форме. Ребят, это трудно. Я не буду рассказывать и показывать, как это был такой комментарий. Я поставила там суперсет для пресса с резиночкой, и там кто-то поставил комментарий. Ну, жалко, что не пишут, что только от этой резиночки будет такой идеальный пресс, как там у вас. Я говорю, а я никогда этого не обещаю. Все мои клиенты могут повторить. Я никогда им не говорю, что все, через 7 недель ты будешь в идеальной форме, бла-бла-бла, только следуй моим тренировкам. Я никогда этого не говорю. Я говорю, все будет зависеть от тебя. Я тебе даю инструменты. Ты их будешь использовать, и насколько ты будешь их использовать, такой результат и будет. Я никого не собираюсь обманывать. Я не собираюсь обманывать и говорить, что вот все, а я в идеальной форме, а весь год подряд это так классно, это идеально, и вот все прекрасно, жизнь прекрасна. Нет, быть в форме это тяжело, это труд, и многие на это не способны, или даже они понимают, что это трудно, и начинают, но потом бросают, потому что они реально потом начинают понять, что такое быть в форме и держать форму, поэтому задумайтесь над этим, насколько вы все-таки хотите быть в форме и удерживать ее, окей? А я так не люблю сладкие фрукты, ну, тебе хорошо, знаешь, если бы ты не ела их 9 месяцев, или там на подготовке, когда идет, я начала подготовку в декабре, практически она у меня продолжается, ну, не соревновательная подготовка, но фрукты это очень редко, если бы ты их так редко ела, то, может быть, тебе тоже хотелось бы их много, попробую молочки уже, ребята, нет, не ем, не рекомендую, не советую, очень много уже написано в моем блоге, о молочке, нет, спасибо за спешивающий ответ про сладости, выводы сделал, отлично, Саш, привет, импланты под мышцей, как теперь делать руки, да прекрасно делать, дают рассказать, что максимум готели по 2 килограмма, не болит так во всю жизнь, бред, этот доктор тебе сказал, во-первых, если бы это было правда, все женщины, которые сейчас выступают в бодибюнгинге, в фитнесе, в бодифитнесе никогда в жизни бы не сделали красивые руки, это бред, то есть, да, некоторое время нельзя, допустим, 3 месяца, допустим, ну, руки я уже, ну, реально тренировать начала, то ли через 3, то ли 4 недели, это первое, что я в первую очередь начала тренировать после операции, слушай, вот ты стоишь, делаешь свой бицепс, пожалуйста, делай, тебе главное, чтобы не включалась работа грудных мышц, все, трицепс будет немножко потруднее, потому что все, трицепс все-таки будет немножко действовать на, цеплять грудные мышцы, а то, что делаешь 2 килограмма, это бред, и мало того, не надо тебе больше, там, большие веса на бицепс, на трицепс, я уже это видео поставил, ребят, в 2 раза в неделю бицепс, трицепс выполняете, 2 упражнения разными вариантами, и можно сделать просто хорошим, тот же 21 повторение, отлично выполнить с хорошей техникой, и там и маленьким весом ты хорошо проработаешь. Привет, привет, реально ли сделать форму тетеньке 50 лет без формоподдержки, все реально, тетеньке здесь выступает и в 50, 55, и в 60 лет, просто, ну, я уже об этом много говорила, в Европе это уже просто, вот, вбили вам в голову, что без формы ничего не сделаешь, что на фитнес-бикини не выйдешь, да, пожалуйста, все можно сделать, но это будет намного труднее, намного труднее, понимаете, но эту дорожку трудную никто не хочет выбирать, вот и вся, я лично знакома с женщинами, которые вообще после 40 только начинали заниматься фитнесом, и они в такой форме, я офигеваю, мне иногда рядом с ними трудно и стыдно стоять, потому что они в лучшей форме, чем я, понимаете, и не надо, не надо за фар поддержку, потому что вот самое обидное, что начинает, что та в Америке, там вообще, как-то мне сказала одна, приехала с Украины, говорит, вот, ну, уже много рассказала, ладно, приехала, говорит, вот тренер сказал, что вот на этих жиросжигателях сидят все американки, даже те, которые не выступают, я говорю, во-первых, твой тренер хоть раз в Америке был? Нет, откуда он это знает, это раз, во-вторых, ребята, понимаете, я тренер, я тренирую американо, которые не имеют отношения к выступающим, к фитнесу, там, большому спорту и так далее, я им реально иногда не могу даже заставить выпить алкарнитин, это вообще аминокислота, натуральная аминокислота, которая содержится в мясе, понимаете, это натуральная аминокислота, это даже не стимулятор, понимаете, он просто контрастерная система для жира, я их еле-еле заставляю принять алкарнитин, а не то, что там какие-то жиросжигатели, фарму и так далее, они вообще страхом смотрят на какие-то мультивитамины, понимаете, а вы мне говорите, что в Америке там все сидят на этих жиросжигателях, как на этом клене, который реально это для осматиков, понимаете, какие американцы, не надо всех под одну гребенку, то, что вам какой-то умный тренер сказал, что только на фарме можно сделать форму, потому что он сам эту фарму и продает, и он не хочет с вами возиться, и да, это будет занимать долгое время, построить питание, приучиться к режиму, режиму, на режиме быть на питании, на тренировках, сон, отдых и так далее, это будет мешать вашей личной жизни, это будет вашей мешать ежедневной жизни, но это чего стоит, или те выбирают фарму, пожалуйста. Привет, Украина, Северодонецк, привет, привет, спасибо большое, спасибо. Если хочешь, да господи, ешь творог, пей молоко, ешь молочку, но не спрашивай, почему я не могу сделать по суше форму тела. Все, я никому ничего не заставляю не кушать или бросать кушать, тогда не спрашивайте просто у меня, почему я не могу там сделать форму, все. Ничего я не делаю с волосами, только что помыла, наконец-то. Сколько раз в неделю тренировать ягодицы на рост? Два, два хороших, хорошие тренировки, одна, вот я писала, как-то, одну делают ноги ягодичные, вот так я сделала в прошлый раз, одну тренировку ягодичные, чисто ягодичные, как сегодня у меня будет, и одну можно сделать такая памповая, и все, то есть это максимум. Привет, а как понять, когда проблемы с гормонами, задать анализы? Спасибо большое. Сколько упражнений на ягодице, заключить тренировку на ягодице? Ребят, не о количестве упражнений, количестве повторений и так далее, времени тренировки, а о качестве. Я говорила, что я поехала к моему тренеру, который живет в другом штате, в Юта, я полетела к нему, 4 упражнения на ноги, вы видели мои ноги, да? 4 упражнения на ноги, я сдохла, понимаете? Не надо 10 упражнений, не надо 2 часа, я 45 минут, я уже молилась, когда это закончится, потому что 4 упражнения, все, но они были настолько эффективными, потому что я была и правильная техника выстроена, и подобранный вес и так далее, и не было там большого веса, четкость. Вот что значит эффективная тренировка, вот и все. Hi, Саша Прямофера, мега мотивационный для меня точно. Спасибо большое. Я про фаршу с вами со фарма, наверное. Тогда что надо кушать для хорошей формы? Правильно? Белки, жиры, углеводы. Привет, рикотта по нижней жирности тоже под тобой. Ну а что это? Это же лактоза, это же молочный продукт. Да ешь, ну ешьте рикотту, ребят. У меня есть клиенты, которые кушают молочку, в принципе, и, ну, когда мне спрашивают, Саш, ну вот я уже похудела, мне, в принципе, нравится, все, есть по-разному, понимаете? Я знаю, у меня-то и расположенность к этому жирненькому целлюлитику наживать своему организму, чтобы он откладывал туда что-то еще. Молочка идет туда прямиком. Некоторые называются карчиз, это вот на американском, это творог, а это вот этот целлюлит, он так и выглядит, понимаете? Вот, поэтому я не буду этого делать. Есть у меня многие клиенты, которые кушают молочные продукты, особенно это те, которые или трудно набрать мышечную массу, они от, погибайте, они сами худенькие, вот. Но когда она мне пишет, Саш, я хочу, там, не знаю, через неделю у меня там какое-то там событие, фотосъемка, я говорю, хорошо, убираю молочку на неделю, по килограмму, по два слетает. Все, и не меняй ничего, просто молочку заменим на полезные белки, или белки, яиц, или рыба, или мясо, все, и сразу меняется тело. Поэтому ешьте рикоту, пейте молоко. Если вы видите, вы в форме хорошей, вам достаточно, пожалуйста. Но когда вы хотите немножко сделать почетче, пожестче, молочку убирать. Сашка, скажите, пожалуйста, при интенсивных тренировках для поддержания сердечной мышцы, что-то принимать L-карнитин. Это также как жиросжигатель, так и L-карнитин для именно сердечной мышцы. Я уже как-то говорила, пришла к кардиологу на Украине, и мне сразу даже узнала, говорит, Саша, здравствуйте, я за вами там слежу, я сама обалдела. И она говорит, первый, кардиолог, что у меня в первую очередь спросил, вы принимаете L-карнитин? Я, честно говоря, обалдела, говорю, да, конечно, я его, в принципе, не делаю перерыв, потому что у меня всегда кардиотренировки, вот, и я обычно перед кардиотренировкой его принимаю. Она говорит, это очень хорошо, потому что, да, L-карнитин, это именно для поддержания сердечной мышцы. Все. Какие четыре упражнения на ноги? Ага, это получат мои онлайн-клиенты. Мечта хоть раз в месяц потренироваться? Да, пожалуйста, приезжайте. Ребята, да, эфир пропадает, к сожалению, и мне уже нужно собираться, поэтому спасибо, что присоединились, я буду стараться делать в Санкт-Петербурге привет, больше спасибо большое. Как бороться с чувством вины после съеданной вкусняшки? Считаю себя после этого слабохарактерной. Но, к сожалению, что ты делаешь вместо того, что себя жалеть и винить и гнобить, берешь свою задницу в руки и идешь тренироваться. То, что ты нажрала, иди теперь отрабатывай. Разозлись, скажи, я свинья, я сволочь, не жалостлива, вот такая безхарактерная слабоха. Нет, потому что я тебе гарантирую, что не ты одна, у тебя такая проблема. Очень многие срываются, я в том числе. Что я делаю? Беру свою задницу в руку и иду тренироваться. Все, отработала, и так отработай, чтобы тебя тошнило, чтобы тебя вывернуло, чтобы тебя в следующий раз уже не хотело обожраться этой вкусняшкой. Вот и все. Подскажите, прошу, была на ПП неделю срыв, ела шоколад днями и многом. Увеличивая щеки, животные, бременные руки. Это жир. Это, во-первых, в первую очередь задержка жидкости от углеводов. Ну, я не знаю, какое у тебя было ПП, но если сбалансированное питание, срыв на углеводы не будет. Потому что у тебя, скорее всего, ты очень много урезала углеводов. Вот и все. Ребят, связь, как я говорю, к сожалению, прерывается, потому что, опять же, это Инстаграм. Потому что интернет, все прекрасно. Я сегодня с вами прощаюсь. Я надеюсь, что я увижусь с вами или в Киеве, или в Москве на мастер-классах. Есть очень много интересных упражнений, техни, с которыми я хочу с вами поделиться. Они не будут все доступны на YouTube-канале, но подписывайтесь на YouTube-канал, потому что там каждый день будут добавляться сейчас новые интересные и упражнения, и те вопросы, которые там, как часто тренировать руки для девушек, почему я не чувствую плечи, почему я не чувствую задний пресс бедра, и как эти моменты исправить. И все. Хорошо. Если вас какие-то вопросы именно по тренировкам, по питанию интересуют, и вы хотите, чтобы я сделала более открытый, так сказать, может, видеоответ или вынести на следующий прямой эфир, пишите, я буду с удовольствием это делать. Хорошо. Все. Всем пока. Я побежала. У меня рабочий день. Спасибо. 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 Спасибо.